Дорогие коллеги, здравствуйте! Вы просили обзор Суперпак. Вот вам, пожалуйста, обзор Суперпак. Итак, сегодня мы делаем обзор Суперпак уровня А2. Что же там есть? В первую очередь, Суперпак это сборник тех заданий, которых мы должны практиковать очень-очень-очень-очень много, поэтому лишних наборов не бывает. Сразу хочу сказать, что в Суперпак входят те сборники, которые не входят в мой основной курс, который у нас онлайн-курс, как подготовить учеников к успешной сдаче кембриджских экзаменов. Там свои сборники, эти сборники не то чтобы более обновленные, но ведь мы с вами знаем, что А2, Б1 сейчас у нас с прошлого года обновились, экзамены, они нового формата, соответственно, все больше и больше новых сборников выходит. Именно на их основе я и составила этот Суперпак. То есть та информация, которая у нас на основном курсе, онлайн-курс, как подготовить учеников к успешной сдаче кембриджских экзаменов, она очень актуальна. Так же, как и этот Суперпак. То есть они, в принципе, являются дополнением друг друга. Если вам мало материалов, те, которые даны там, или вы просто хотите иметь под рукой больше готовых сборников для отработки самых сложных частей кембриджских экзаменов, то тогда этот Суперпак для вас. Итак, получая Суперпак, вы получаете вот такой PDF-документ от меня, в котором все кликабельные сборнички для того, чтобы их скачивать можно было. Итак, в Суперпак входят сборники, 4 штучки, а 2 мы говорим, да, прокачка Use of English, прокачка Writing, прокачка Speaking. И как я и обещала, в подарок, бонусом вы получаете интерактивные онлайн-тесты в формате Google Form для выполнения ридинга и лисенинга. По 5 тестов ридинга, по 5 тестов лисенинга в каждый Суперпак входит у меня. Итак, давайте рассмотрим, да, как же это выглядит все. Например, говорим про А2. Сегодня мы делаем обзор А2. Подобные же Суперпаки есть для B1 и B2. Например, сборник Use of English Multiple Choice. Вот так он выглядит. То есть вот оно задание, вот они слова, которые они должны выбрать, и QR-коды с ответами. Это очень удобно. Значит, как вы можете использовать все материалы Суперпака? Значит, я, например, первое, если у вас уроки онлайн или время от времени, да, для разнообразия, три формата вы можете использование применять. Первое, это на экран, да, то есть вывести на экран, вы можете это под, когда вы скачаете, да, вы можете это увеличить, и вот нормальный на весь экран получится у вас слайд, да. Потом дети наводят свои телефоны на этот QR-код, да, сканируют его, и таким образом видят все ответы, не дожидаясь группы. Или, если вы договоритесь, вы можете эти QR-коды им, в принципе, не показывать, да, то есть не говорить, что это ответы. Второй вариант, да, это вариант печатных. У меня они вот в таких, как бы, печатных вариантах. Это я показываю с этой B2, но, в принципе, суть одинакова, да. То есть я печатаю четыре на каждом и ламинирую. Можно их разрезать, да, соответственно, вот так вот, можно не разрезать. И во время экзаменационной подготовки, значит, если слайд мы показываем, и вся группа работает одновременно, то эти я сделала для того, чтобы дети могли тренажерами пользоваться самостоятельно. Каждый урок я выделяла 10-20 минут для самостоятельной работы. Вот они знают, что у них западает больше всего, multiple choice, gap filling или чего-то там, да, то, соответственно, они все эти у меня тоже напечатанные были заменированы, выбирают, над чем они хотят сегодня поработать и самостоятельно прорабатывают, да. То есть они выполняют, сами себя проверили с помощью QR-кода, если есть какие-то вопросы, они спросили у меня. Это второй формат работы. Третий формат работы с суперпаками – это закрытые группы у меня, да. Опять же, я покажу вам на примере закрытой группы B2 у меня. Так. Значит, у меня в обсуждениях, мы с ребятами договорились, и перед экзаменом где-то, ну, за 4 месяца приблизительно до экзамена, да, я в обсуждениях создала все эти темы, и все выложила им эти сборнички, да. То есть, и, соответственно, они могли дома из любого совершенно устройства, да, в любое время могли попрактиковать все, что им надо. И на writing, и на speaking exam, то есть все, что вот сейчас входит в этот суперпак, да, я своим, соответственно, это все подкачивала сюда в ВК, чтобы они могли тренировать в любое удобное для них время, так сказать, да. То есть вот такие вот сборнички я им готовила и выкладывала это все в ВК. Итак, еще разочек повторюсь, да, то есть это вот на B2 у меня такие картиночки были, да. Вот, еще разочек повторюсь, да, что 3 формата я предлагаю вам использование суперпака. Первое, слайд, да, то есть это просто вывод на экран. Второе, печатаем, ламинируем, 4 задания, неважно, какое задание это будет, multiple choice, get feeling, 4 задания с QR-кодами для самостоятельного тренажера, да, то есть они у меня лежат, ребята знают, где они лежат, либо на уроке вы экстрое время даете для этого, я, например, каждый урок с этого начинала, про кашка и use of English, да, вот, они выбирали себе, что хотят, хотят это делают, хотят это делают, тоже здесь все у меня с QR-кодами, хотят такого формата делают, да, задания, хотят вот это B1, например, у меня get feeling B1. Что бы они ни выбрали, сами себя проверили и все, или ко мне они обращаются тогда, когда есть вопросы, либо они могли приходить до занятия, либо оставаться после занятия на ваше усмотрение. Плюс, очень рекомендую вам завести закрытую группу ВКонтакте, где вы все эти сборнички им выложите, я надеюсь, это ваша порядочность, и, конечно, знаю, что вы не будете мои суперфаки выкладывать третьим лицам в общий доступ. Для ребят, пожалуйста, выкладываем им, и они самостоятельно, мои дети заходят, заходят, скачивают, тренируют вместе, speaking или индивидуальный use of English и так далее, да. Итак, сборник парк 4, multiple choice, я вам показала, сборник 5, gap feeling, да. Тот же самый формат, в принципе, который вы видели у меня здесь, да, то есть вот, либо слайдом выводим, дети навели телефончик и сразу себя проверили, да. Все это взято из официальных источников, как бы, да. Вот такой очень friendly формат для глаз, детям очень нравится, детям, взрослым всем нравится, да. Так, сборник phrasal verbs, конечно, вы получаете, то есть, сам лист of phrasal verbs, да, и лист of prepositional phrases. Вот он, лист of phrasal verbs, их сейчас уже очень много стало, да, поэтому с двух сторон можно детям напечатать, отдать. И то же самое касается prepositional phrases, да, вы получаете полный лист на этот уровень. Список, лист этих prepositional phrases, да, у меня взят тоже из всех тестов, которые только были, я сама их вручную выписывала, это заняло очень много времени, и вот сейчас это updated, да, потому что появилось больше учебников, больше ресурсов, соответственно, уже более достоверная информация именно здесь. Плюс у вас вот здесь получаются карточки на проверку, да, то есть, вы можете еще проверить их, как бы, да, то есть, по вот таким вот карточкам, то есть, сам лист of prepositional phrases я вам даю, и карточки для проверки даю, соответственно, да. Что касается прокачка writing, на B2, на A2, sorry, у нас два вида имейла, они пишут, которые я соответствую, вернее, вид имейла один, задание выглядит двумя вариантами, поэтому я собрала разные сборнички, это первый сборник, смотрите, то есть, он выглядит вот там, from, t, t, subject, t, t, write soon и так далее, да, и здесь у вас текст, а другой формат, он выглядит, как, похож больше на старый формат А2, но он также встречается во всех exam papers, вот так, tell, то-то-то, ask, suggest и так далее, то есть, два вида имейла, они у вас, соответственно, здесь в двух разных сборниках существуют, да, то же самое сборник stories. Все updated stories, которые только может быть, их здесь у вас будет 26, соответственно, слайдиков, да, видите, такие красивенькие я вам сделала, вот, для письма stories, вот сравнить, как выглядит это, допустим, да, и как выглядит это в печатном варианте, сосканированном варианте, это выглядит как-то вот так, скажем так, да, то есть, конечно, я постаралась это сделать не просто friendly, а действительно очень красиво, очень качественно, вот, stories вы также можете печатать прямо, как я вам показывала, 4, это вот на А2 у меня дискуссия, да, но то же самое, вы можете 4 слайда вот здесь сделать, заламинировать, ребята выбирают любую story и пишут точно так же, то есть, все три формата также вы можете использовать, как я вам уже рассказывала, и чек-лист для райтинга, да, значит, чек-листы для райтинга, я своим кандидатам печатаю и ламинирую, да, сейчас покажу. Печатаю, ламинирую, и они просто, после того, как они написали, да, они галочками, фломастерами у меня отмечают, потом стирают, да, что у них получилось, вот таким вот образом, да, то есть, они проверили себя и тут вот сделали, у меня с одной стороны райтинг чек-лист, с другой стороны у меня спикинг чек-лист, а в А2 они помещаются все на один листик, вот такие у меня, допустим, варианты, да, то есть, чек-листы точно, чтобы они все проверили у меня, здесь очень подробненько, как раз-таки языком студента чек-лист я составляла их глазами, чтобы они все правильно у нас справились с форматом этого задания. Так, это что касается прокачки райтинга, на спикинг, да, опять же, больше сборников, больше вопросов, если в моем основном онлайн-курсе у вас 333 вопроса, на часть 1, individual questions, personal questions, то здесь уже 444, то есть, туда входят 333 вопроса, те, плюс 111 новых вопросов, соответственно, да, значит, как работать с ними? Они разделены по темам, да, то есть, given personal information, тема school тема и так далее, да, то есть, на каждую тему у нас очень-очень много вопросов, больше всего, конечно, school, hobbies, вот, и holidays, traveling, вот эта тема, спортс, тоже очень много времени, и интернет, и онлайн вещи тоже очень много занимают вопросов, да, что вы можете сделать, да, как вы можете это все использовать? Значит, speaking, для того, чтобы, ну, больше узнать о speaking, у меня есть отдельный курс, он называется H2 Speaking Only, но, в принципе, вы можете брать по темам вопросы, да, и гонять их, делать их презентации, делать их в качестве аналистика, выписывать, и они вытягивают вопрос, отвечают, это уже up to you, как говорится, да, так, также у вас здесь сборник с частью 2, значит, что здесь я хотела бы пояснить вам, да, сборник часть 2, значит, вот здесь у них, do you like these different free time activities, да, и когда вы скачаете, он у вас будет в формате PPT, то в notes есть то, что спрашивает у них экзаменатор, да, то есть слова экзаменатора, сейчас я покажу вам быстренько, да, как это делается, то есть как мы видим, все у нас с вами скачивается здесь, вот, вот что видят детки, да, а вот что видите вы внизу, да, то есть это то, что в скриптах у экзаменаторов, после этого у нас, вы знаете, что парт 2 состоит из двух частей, это парт A, а это парт B, значит, парт B работает следующим образом, do you think, и потом экзаменатор выбирает, reading is boring, baking is fun и так далее, и после того, как первый кандидат отвечает, она спрашивает у этого кандидата, which of these do you like best, why, и потом у другого кандидата спрашивает, соответственно, and you, and what do you think, and what about you, поэтому оно сделано в таком формате, сначала они это обсуждают, у вас есть экзаменатор, потом вы спрашиваете кандидата, то есть все сделано в таком very friendly формате, чтобы удобно было работать учителю, сначала появляется это, потом появляется это, потом появляется это, чтобы вы не забыли о каждой части экзамена, и повторюсь, если вы хотите полный курс по спикингу, он для вас есть, и также есть чек-лист speaking exam format, то есть одна пара работает, другая пара сидит и ее оценивает, все это для вас здесь есть, что касается моего подарка, то есть бонуса, который вы получаете к суперпакам, 5 тестов на reading, 5 тестов на listening, значит, тесты эти сделаны в формате Google Form, то есть вы просто копируете ссылочку и отсылаете своим кандидатам, и вот что они видят, пишут name, пишут все name, нажимают кнопочку далее и так далее, и потом в конце у них автоматически подсчитывается, сколько правильных ответов было, и они вам говорят, допустим, 20 out of 25, или 15 out of 20, сколько там было, значит, у вас ссылка не на учительскую форму, а на детскую форму, то есть дети делают скриншот и отправляют вам ответы, если я вам сделаю ссылочку на учительскую, то есть вы можете редактировать, это все дело, это не годится, потому что сразу сбиваются все ответы, по ошибке дети вписывают все, что угодно, вот, также если вдруг ребенок не засканировал свой результат, вы можете написать в ней, я вам посмотрю его результат и пришлю, но лучше их приучать сразу, что покажи результат учителю, вот такие вот, то же самое касается на лисенин, значит, у них здесь идет лисенин файл, на часть, да, вот здесь идет лисенин, они его слушают и параллельно выполняют задание, нажимая на кнопочки ABC, или что это здесь такое. Вот в таком формате сделаны ваши задания, да, вот, ну что ж, на этом обзор суперпака я заканчиваю, удачных вам приобретений, как вы видите, материалы очень качественные, будут служить вам очень долго, есть три формата использования, используйте, и я уверена, что вы сможете прокачать все самые сложные моменты очень-очень-очень качественно, потому что вы будете работать по этим качественным суперматериалам, успехов вам в подготовке ваших кандидатов, я уверена, что все будет на высшем уровне. И до связи. Ваша Ольга.